ЗВЁЗНЫЙ ЗАВТРАК Лет 6-7 В этот альбом, ребят, кто не в курсе, вошли 13 хулиганских дворовых песен в исполнении Александра Малинина Девушку из Наказаки наши слушатели тут же стали заказывать программу по заявкам в вашем исполнении Александр, а почему в тот момент именно дворовые песни? Как вообще вы к этим песням пришли? Такой вот настоящий жанровый музыкальный продукт Ну, наверное, момент не имеет значения Имеет значение, что эти песни когда-то я в детстве пел во дворе И эти песни мы пели с друзьями И, в общем, они как-то в моем сердце долго-долго жили И мне хотелось их напеть И мои друзья уговорили, потому что хотели слышать эти вещи, может быть, где-то там в машине И я, так как я не могу плохо ничего делать Поэтому я записал этот альбом в Лондоне на студии Питера Гейбрила Ух ты! Да, и он абсолютно анплак такой Если вы заметили, там звучит и живой вибрафон, и контрабас, и щетки В общем, он абсолютно такой живой Живой альбом, живой музыки Делал это Виталий Кись Огромное ему спасибо за эту чудесную работу Вообще он такой дорог моему сердцу Этот альбом, там есть такие, ну, скажем, противоречивые какие-то песни Не совсем, может быть, неподходящие Какая песня противоречивая, вот для вас лично? Ну, например, песня «Таганка» «Таганка», да Вот как вот вы можете так сопоставить это с моим имиджем народного артиста И вдруг я пою таганку, да? Вы знаете, когда мы послушали «Таганку» в вашем исполнении Это не та таганка, к которой мы привыкли Это такой дворовой романс у вас получился То есть все равно под себя вы эти песни нет-нет да подстроили Конечно, у меня есть некое свое видение Любой вещи, я могу спеть любую песню Даже абсолютно, как вы говорите, дворовую Но она будет звучать все равно благородно А вы все альбомы за границей записываете? Нет Почему такой выбор? Почему Лондон? У нас плохие студии, что ли? Нет, просто так случилось По обстоятельствам у меня была возможность А это правда, что в узком кругу вы поете далеко не романсы? А вот такую как раз-таки колоссальную жанру? Конечно, конечно, потому что, ну, знаете Те песни, которые я исполняю на сцене Они, в общем-то, достаточно приедаются, да И хочется чего-то такого остренького Остренького А это как раз вот то самое, что, собственно говоря Всегда на сердце лежит Давайте поговорим об остреньком вашей жизни Если я не ошибаюсь, с авторской песней Шансоном у вас в жизни связано многое Вот скажите, вспомните Вот та автомобильная авария, которая с вами случилась в 86-м году Где пропал голос Вам встать на ноги помогли песни Высоцкого? Это правда? Да, абсолютно, да И что самое интересное, до этого я его не слушал много и глубоко И не задумывался даже Ну, какие-то песни слушал И что-то даже как-то даже исполнялось Но когда мне попалась целая кассета с его песнями Одна за другой То многие вещи открылись для меня И как мы живем И он как-то так глубоко, очень философски копал вообще И, соответственно, ну и плюс его экспрессивная манера Которая не оставляет равнодушным Хочется слушать и слушать Не оставляет выбора, надо жить После того, как слушаешь Высоцкого Да, и жить не просто жить, а жить правильно А скажите, вот в тот год вы не только покрестились Но Вы еще и фамилию свою изменили Говорят, когда меняешь фамилию, меняется жизнь и судьба У Вас было так же? Никогда об этом не задумывались? Я задумывался об этом, да Я знаю, что, да, когда ты меняешь фамилию, ты меняешь карму Здесь даже, это было гораздо раньше Фамилию поменял, когда мои родители разошлись И я взял мамину фамилию девичью А скажите, пожалуйста Вот нас сейчас однозначно слушают люди Которые попали в непростую жизненную ситуацию Расскажите, вот как человек через это прошедший Как найти в себе силы и восстановиться после болезни? Как найти в себе мотивацию? Ну, я не знаю У каждого, наверное, по-разному Но вот смотрите Мне попалась Мне попалась кассета Высоцкого Которая меня вдохновила И дала мне такой импульс На дальнейшую жизнь Я понял, что мне надо петь Вдруг, знаете, открылось Ну, в первую очередь, наверное, все равно Наверное, церковь и Господь наш Которому мы должны чаще обращаться И молить его Просить его И Господь милостив Он всегда поможет Это мы так думаем скептически Да ладно, кому там Куда обращать свои взоры Нет, нет, это не правда Но каждый думает по-разному Ну, каждый по-разному, да Но на самом деле, действительно Если ты славишь Господа Вот я, например, каждый вечер ложусь Говорю, Господи, спасибо тебе за все За все, что ты в этой жизни Мне послал За все И за счастье И за испытание За все, за все Это очень важно И вот я говорю, что Господь же посылает А мы воспринимаем Да, это удача Это не удача Это дар Божий Совсем недавно В Инстаграм Вы устроили настоящее испытание Для своих подписчиков Вы выложили фотографию В банном халате В домашнем халате Где у вас Очень уставший взгляд Начали тут же писать Что вы выглядите Грустным Изнуренным Сейчас все хорошо Вы знаете Если честно То Ну, как-то Что-то надо выкладывать Да Обычно Знаете же В Инстаграме Ну, конечно Вот успел сфотографироваться И сделать 2-3 фотографии За день Опа, выложил Классно А тут нечем выложить Я как-то Ну, действительно После концерта Приехал Сидел На диване В халате Ну, сфотографировался Да, я думаю Выложил Ну, а сразу У людей там Какие-то непонятные Так они переживают Понимаете Переживают Это для меня Очень радостно Что они переживают Но глупо Переживать Из-за того Ну, да Я сфотографировался Если я не улыбаюсь Значит, я уже заболел Да нет Нормально Все Со здоровьем Все в порядке Сколько вообще часов В день спите? Сколько вы отдыхаете? Ну, я пытаюсь Хотя бы 8 часов Спать Слушайте, хотя бы 8 часов Знаете, 8 часов Это Нет У меня по-другому Не может быть Если я не выспался То У меня День прошел зря Я должен Быть активным В тонусе А когда Не выспался То Сложно очень Сейчас, наверное Все силы Уходят на подготовку Концерта Завтрашнего Да? Завтра концерт Очень для меня Значимый Юбилейный мой бал Пройдет в Крокус Сити Холл Да, начало В 8 часов вечера Практически Билеты все куплены Но там еще Немножко осталось Поэтому, друзья мои Если Так сказать Вы Серьезно относитесь К моему К моему Творчеству Все, что я делаю На сцене Обязательно приходите Не пропустите Это будет съемка Первого канала Будет Очень много Суперзвезд Наших отечественных С которыми я буду петь Дуэты Дуэты Это мои Хиты Которые Которые Я всегда пил один А тут вот Мы такое сделали Эксперимент Я думаю Будет очень интересно Так что Приглашаю вас 14 февраля В день всех влюбленных А кстати Это так совпало Что день всех влюбленных И надо сделать Или как Совпало 5 лет назад Мне Крокус предложили В эту дату Отработать мой бал И Был очень успешный концерт И с тех пор Вот уже Традиция Это Это мое Так сказать Мое число 14 февраля И Крокус Приглашает Всех на мой концерт А скажите пожалуйста Вот как человек С исконно русской душой Да Вы как к празднику 14 февраля Вообще относитесь Не наш же праздник Знаете Я могу сказать Что мне рассказали Про то Что это Какой-то Там очень сомнительная история Возникновения Католический праздник На самом деле Ну знаете Уже никто не копается Ни в каких католических Все что связано с церковью У людей Люди либо принимают на веру Либо так сказать Не верят Да Будем считать Что Что-то там было Но праздник то красивый И что его отвергать Тем более что Русскому человеку Ему Не важно Какой праздник Главное чтобы было Что выпить Скажите пожалуйста Как проходят ваши баллы Давайте все таки От выпить Перенесемся туда Куда нибудь повыше Это оркестр Это балет Да Это оркестр Это балет Это Это спецэффекты Люди танцуют тоже в зале Нет Или просто это зрители Зрители Кто хочет Тот танцует Кто хочет Все таки Тот танцует Да А я знаю Что вы готовите Какой-то Прям вот особенный сюрприз Гостям этого вечера Понимаете О ком я говорю О каком сюрпризе Родном Родненьком я говорю Я понимаю на что вы намекаете Да Рассказывайте Да я могу сказать Что в этом концерте Принимает участие Моя дочь Да Устинья А также мой сын Никита И впервые Они споют дуэт Ух ты Вдвоем Вместе Вдвоем Да Ничего себе А Устинья Устинья Двенадцать лет Двенадцать лет Нужно там Обучение Поэтому Они У них еще Сейчас одиннадцатый И следующий год Двенадцатый Я заглядывала В инстаграм Фролы Я видела Что это очень стильные Картины Вы сами К современному искусству Как относитесь Все понимаете Ну Как вам сказать Да как есть Дело в том Что искусству Нельзя сказать Однозначно Что я понимаю Или не понимаю Это все же На двух критериях Так сказать Зыждется Нравится И не нравится Да А глубоко Копать это Ну там Есть какие-то Специалисты Которые Ну как вот можно Абстрактный Экспрессионизм Понимать Ну да У тебя есть Какие-то Ощущения Есть какие-то Я не знаю С чем сравнивать Что-то Да Но Как это Глубоко понимать И опять же Я говорю Что это все Вот именно Нравится или не нравится Вот мой Фрол Он как раз В этом направлении Ну Я смотрю Порой на его картины И многие вещи Я не понимаю Я не понимаю Как это он вообще Может это Как это рождается Да Как это он делает Потому что Я абсолютно Человек Ну прагматичный И Всю жизнь Воспитывался На академической живописи И когда я это вижу Я думаю Да ладно Я сейчас это сам Малюю Но когда я беру Холст краски То я понимаю Что я не могу Этого сделать По той причине Что у меня все равно Что-то получается Если вот Какой-то объект Понимаете Арт-объект Он все равно Имеет какие-то Конкретные формы Понимаете А у него Это абсолютная Абстракция Понимаете И Я И вот это Это сочетание Цветов А также Композиции Потому что В абстрактной живописи Все должно Присутствовать И золотое сечение И композиции И цвета Понимаете Даже сочетание цветов Поэтому Когда на это смотришь Не понимая И не зная И так сказать Не изучая Это Думаешь Какая-то мазня С другой стороны Вон эти полотна Висят И продаются За миллионы Тот же полок Да Понимаете Да И о чем мы говорим Мы говорим О том Что мы что-то понимаем Тогда люди Которые покупают Это за миллионы Они полные идиоты Вот Собственно говоря Это вот Это такая Вот знаете Дилемма Современного искусства Скажите Ваши дети Это ваши критики Или напротив Ваше вдохновение Бывает такое Это мое вдохновение Сто процентов А бывает Что говорят Пап Но что-то Вот эта песня Не заходит Что ты отстой там Да не то что отстой Про меня Вы имеете ввиду Про творчество Александр Николаевич Я вам могу сказать Они с очень большим пиететом Относятся К моему творчеству Ну и соответственно Ко мне как к папе Тем более Что я еще и занимаюсь Вокалом С моей Дочерью Вот У нее уже В планах Она будет поступать В консерваторию Уже идет подготовка Она учит Арии Так сказать А Фрол будет поступать В академию А никогда не хотелось Чтобы У детей была Какая-то такая Вот серьезная профессия Рабочая Юрист Бухгалтер Врач Военный Так как я сам Творческий человек Да И для меня В первую очередь Конечно творческие Какие-то Процессы То соответственно Я очень рад тому Что мои дети Тоже Идут в этом направлении Потому что это Это очень интересно Это очень Но это и очень тяжело Ну тяжело Да А кому А кому легко Сегодня легко В этой жизни Да И никто Никому Легкой жизни Не обещает Но вот Они выбрали для себя Путь И я И как бы я не хотел Может быть Чтобы они стали Я не знаю Доктором Там еще Мы Мы планировали Конечно Мы думали Что кто-то из них Станет обязательно Доктором Нет Мне кажется Все родители Это планируют Они выбрали Творческое направление И я их благословляю И пусть идут В этом направлении Развиваются И покоряют Самые высокие вершины 8909 955 103.0 Вайбер Ватсап работает Ребята К нам сегодня в гости Пришел Александр Малинин Давно не приходила Поэтому если есть вопросы Задавайте Звездный завтрак Сегодня в распахнутые двери Радио Шансон К нам в звездный завтрак Пришел Александр Малинин Еще раз утро доброе вам Александр Николаевич Доброе утро Давайте вспомним вашу юность Вы свой первый большой заработок Как артиста Помните? Две Как артиста? Да Какая-то сумма была Мой первый заработок Как артиста Был в сквере Нашего вокзала Железнодорожного Два раза в год Призывников Призывают в армию Они все Ну как бы Мигрируют Через наш Этот Военный вокзал Там у нас В Свердловске был На Урале И в скверике Они сидели часами Ну их так никуда Не отпускали И пацаны Кто так Пошустрее Могли с ними Как-то пообщаться Сбегать им Что-то Купить Каких-то Бутербродов Так Вот Ну и в общем Мы как-то таким образом Что-то подрабатывали А потом однажды Было такое Что я увидел Пацаны играли на гитаре А в то время Я очень Любил петь И снимал Все что звучало На радиостанциях И И все что звучало Все что продавалось На пластинках И я был такой В репертуаре И когда Пацаны говорят Пацан Петь умеешь? Я говорю Конечно И в общем Одна, вторая, третья песня И я пою Народ собрался В кучу Слушают Подбадривают меня Потом сорвали с меня Шапку И полную шапку Мелочи насыпали О-о-о Да, это был мой первый Гонорар такой Серьезный За песни Я где-то читала Что однажды Заказчики с вами Рассчитывались Далеко не деньгами Автомобилями Холодильниками Что в Союзе В то время было Телевизоры В 90-е годы Деньги Ничего Не Не значили На них Невозможно Ничего было купить Только были Дефицитные товары Поэтому я иногда Брал Так сказать Свой гонорар Холодильниками Автомобилями Телевизорами Ну были склады Какие-то Куда-то их возили На этих складах Я даже не знаю Где они хранились Этим занимались Мои администраторы Я посмотрела Вашу дискографию У вас между пластинками Два-три года Ну скажем так Тишины Вы как считаете У артиста Должна быть Какая-то периодичность В выпуске альбома Либо вот накопился материал Выпускаем Либо я должен выпускать Каждый год Потому что народ От меня этого ждет Нет-нет Если вы Может быть что-то там Неправильное Практически каждый год Я выпускал Практически каждый год Да Практически каждый год Я выпускал У меня вообще вышел 31 альбом Ооо А впереди В планах Тоже новая пластинка Да Сейчас вот уже Есть материал И я работаю Над этим Потрясающей песней Причем Вот я долго Молил Господа Чтобы он мне послал Классную песню Ну и Я дождался И вот сейчас У меня Потрясающие две вещи Есть Одна называется Новый хит Которая Прозвучала Я ее спел В новогоднем огоньке Вместе с Устиней А еще одна песня Называется Сизокрылая Ее написали Киевские авторы Никола Петраш На стихи Юрия Рыбчинского Я не знаю Может быть Сегодня у нас Будет возможность Эти песни Послушать Я думаю Что что-нибудь Мы обязательно Я бы очень хотел Чтобы они прозвучали Тем более Что они мне очень нравятся Вот они Дают основу Моему новому альбому И сейчас Еще несколько Просто потрясающе Красивых баллад И я Уверен Что это будет Очень красивый альбом Вот тут слушатели Спрашивают А почему именно Романцы Ну каждый человек Себе выбирает Своё Или то Что ему ближе У меня получались Романцы Гораздо лучше Я их чувствую Мне самому Их интересно петь Там Там можно Как-то Раскрыться Как к вокалисту Там всегда В стихах Есть смысл Очень глубокий Философский Смысл Жизненный Понимаете Я не люблю Пустых песен Ни о чем Даже в шансоне Есть смысл Даже Даже Вот в этих Воровских песнях Или Тюремных Есть Некая история Которая Все равно Выводит Выводит Знаете Там Добро побеждает Зло Мне кажется В них Только История Есть Потому что Остальное Это все По-хорошему Три аккорда Такие Получают Ну Три аккорда Это мы Сейчас Говорим О примитивизме Акомпанемента И о Мелодии Они достаточно Примитивны Всегда Но там Есть Там Есть Эмоция Понимаете Это очень важно В каждой Вече Должна быть Эмоция Которая Цепляет Душу Слушателей Если этого Нет Ничто Вот Эти песни Я же Начинал Именно С этих Песен Именно С воровских Именно Таких Дворовых Или Как вы Называете Дворовых Да Я называю Дворовых Да Вот Гитара Три аккорда И такая Компания Сидящая На Корточках И вот Это Я Вырос В этом Районе Понимаете С финкой В кармане Да вы что Ну конечно Конечно И в таких Компаниях Если ты Не в компании То ты Тебя зачмарят Поэтому Приходилось С ними общаться Но все знали Что у меня Очень жесткий Отец И как бы Понимали Что да Этот парень С нами Сегодня никуда Не пойдет Поэтому я Как-то Я Все шли Куда-то На дело А я Домой Потому что Все Говорили Ну там Типа Ну ладно У него Отец Он там Понимаете Да Вот Слава богу Что меня как-то Вот это Отвело Еще От всего Потому что Там Я знаю Судьбу Многих Они в общем-то Вот это Юность у вас Туда и уехали Да Давайте так Мы Прервемся на небольшую паузу А потом Вернемся все-таки К вашему романцу Звездный завтрак Сегодня у нас По-настоящему Звездный завтрак Потому что Сегодня в гостях У нас Александр Малинин Александр Николаевич 21 год назад В СМИ Появилась информация Что в Америке У вас живет Троюродный Дед миллионер Владелец фирмы По торговле Недвижимости Это правдивая история Нет Это все Интернет выдумки Как гуляют А правда Что каждое утро В 6 утра Вы выезжаете На велотренировку Или это тоже Выдумки Которые я нашла В интернете Это не в 6 утра Чуть-чуть попозже Во-первых Это всегда происходит Летом Так И это происходит Не в России Так Потому что В России Очень опасно Ездить по дорогам На велосипеде Подождите Очень много Велосипедистов погибает А у нас Сейчас столько Открыло Велозон Вот сейчас Велосипедисты Москвы С вами готовы Поспорить Потому что Есть велодорожки Мы сейчас говорим Мы говорим О разных вещах Мы говорим О спорте Велоспорте Или мы говорим Просто на прогулку О прогулке На велосипеде Мы говорим О велотренировках Разные вещи Что такое Вообще Профессиональный Велоспорт Это 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 не дорожки Это не велодорожки А вы профессионально занимаетесь Я просто занимаюсь Профессионально Сколько километров Вы проезжаете За раз Вот таких вот Профессиональных Тренировка Обычно 75-80 километров И одна-две горки Еще Ух Ничего себе Это Я понимаю Собственно С помощью этого В форме себя И держите Ну И В том числе И велоспорт Да А вы вообще Человек расположенный Предрасположенный К полноте Или генетика Ну конечно Ну как сказать У меня были Какие-то пики Там Я был Как мне казалось Толстым Но Я У меня есть Своя система Когда я могу Войти в норму Расскажете Ну Самое главное Самое главное правило Не жрать Да Это у всех Главное правило Да Ну и Не есть Конечно После шести То есть вот Если Как-то Пообедать Там Четыре-пять Вечера И уже И пораньше уснуть Нет Ну пораньше уснуть Не получается Но Но не есть Но не есть Да Это Ну Если хочешь есть Попей воды Называется Правильно А если Очень хочешь есть Выпей много воды Хорошо Хорошо Фотографией до сих пор Увлекаетесь? Да Конечно Это уже Если это же приходит То от этого уже Очень сложно отказаться Потому что Это входит в твою Ну Как Часть твоей жизни А на гастролях Фотографируете? Раньше Возил с собой Аппаратуру Такую Серьезную Объективы Фотоаппарат Сейчас Все заменяет Айфон А На айфон? Сейчас пока Да Все Айфон Причем На айфон Можно сделать Такие фотографии Которые Невозможно сделать На профессиональную камеру А как Тема для фотографии Вы выбираете? Или просто идете О Картинка Надо сделать Да Ну Так Да Ну Каждый человек Еще себе Ведь фотография Тоже Она Жанровая Там Или портрет Или Я не знаю Там Городской пейзаж Или еще что-то Да Ну Каждый человек Себе Что-то выбирает Свое У меня тоже Есть Свои Какие-то Любимые Жанры В фотографии Ну Знаете Ни один Наверное Фотограф Не пропустит Нечто Что вдруг Зацепило глаз Эти фотографии Они у вас На айфоне Сохраняются На гугл диске Или вы их распечатываете Я скидываю Нет Конечно не печатаю Не печатаете Очень много Вообще Информации Скопилось Когда это все Обрабатывать Достаточно Проблематично Это же сколько памяти У вас на айфоне Кто это будет Помогать Потому что Знаете У профессиональных Фотографов У них есть Группа Кто Занимается Постпродакшен Отбирают Фотографии Что-то Отбрасывают Очищают память У меня пока Все копится Я не знаю На пенсии Буду Наверное Заниматься Этим То есть Желание Помимо балла Устроить еще и Богемную фото Выставку У вас не возникало 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 А почему Не реализуете Времени Нет Очень много Концертов Очень плотный Концертный График Давайте Вкратце Расскажем Ребята Завтра Александра Малинина Слушаем И наслаждаемся В Крокусе В Москве 18 февраля Караганда 19 февраля Тут же Астана Дальше Омск Новосибирск Томск Барнаул Я смотрю Что вплоть до конца Марта У вас расписан Практически Каждый день Вы себя загрузили Так Очень хорошо Вы еще Апрель не посмотрели Да Я еще Просто на сайте Тут до конца Марта Теперь понятно Почему времени Не бывает А бывают такие моменты Что вот вы всей семьей Уже идете из дома Что в доме Никого не остается Отпуск или какие-то мероприятия Вот нет ни вас Ни супруги Ни детей Такое бывает Нет В доме все равно Кто-то есть Кто-то есть Я просто хотела Спросить Вообще Кто в доме Следит за вашими Прекрасными Домашними питомцами У вас же две собаки Да Да Конечно Нет Всегда есть в доме И помощники И питомцы Так тем более Какой породы у вас собаки? Я вам скажу Что у нас вообще У нас четыре собаки Четыре уже По моей информации И кот И кот Ничего себе Вы себя окружили Вы собачник Или кошатник? Я даже уже не знаю Кто я Я люблю и тех И других Все смешалось в этом мире Давайте так Мы сейчас послушаем Ту самую песню Которую вы говорили Песня называется Си закрыла я Эта песня войдет в новую пластинку Александра Малинина И как нам пообещал Александр Николаевич Диск появится Уже к концу Этого года А пока делаем приемники Громче и слушаем Для нас это новинка эфира Александр Малинин Звездный завтрак Это раньше этот человек Пел Про запретные Скажем так Песни Сейчас Красивый романс У нас сегодня в гостях Народный артист России Александр Малинин Александр Николаевич Еще раз утро Доброе Здравствуйте Доброе В прошлом году Вместе с дочкой Устиней Вы записали клип И песню К чемпионату мира По футболу Да? Москва встречает Чемпионат А сами матчи Чемпионата мира Посещали? Да Я был на двух матчах На двух матчах В Москве Да Песню Москва встречает Чемпионат Вы записали на мотив Песни одного очень Известного Закеанского коллектива Вы только не говорите На мотив Какого коллектива Потому что сейчас Этот мотив Попробует отгадать Лариса из Нижнего Новгорода Лариса Утро доброе Здравствуйте Здравствуйте Ларис Вы слышали песню Александра Малинина И его дочери Устиней Малининой Москва встречает Чемпионат Давно уже Это было Давно это было Давайте вспомним На мотив Какой группы Александра Истиней Малинина Записали песню Приуроченную К чемпионату Миру по футболу Как думаете На мотив Песни Аба Хеппи Нью Е На мотив Песни Москва Группы Чингисхан Либо на мотив Песни Духаст Группа Рамштайн Еще есть Для вас Вариант На мотив Песни Фаина Фаина Группа На на Вот песня Москва Встречает Чемпионат На мотив Какой песни Была написана Чингисхан Группа Рамштайн Или группа На на Ну вот глядя На Александра Малинина У вас Какие ассоциации Возникают Чемпионат Мира по футболу То есть Это должно быть Что-то такое Ух Второй вариант На мотив Песни Москва Группа Чингисхан Да Да у вас Правильный вариант Возникает Потому что Так оно и было Вот эта песня Уже звучит Ларис Мы вас поздравляем Диск Александра Малина Песни Моей юности Он вас Александр Николаевич Ваш видео Ваш клип Вот на эту песню На ютюбе Набрал более Полумиллиона просмотров И вызвал В сети Достаточно Такую неоднозначную Реакцию Вы знаете Об этой реакции Да А как вообще Вы относитесь К тому Что сейчас происходит На ютюбе Вы следите За молодыми Блогерами Или напротив Просто ютюб Для вас площадка Чтобы лишний раз Показать свое творчество Ну В первую очередь Да Все таки площадка Площадка То есть Юрий Дотин На интервью Еще не приглашал Нет Но еще все впереди В любом случае Спасибо что сегодня Вы к нам На интервью пришли Мы очень рады Были вас видеть Мы желаем вам успехов Творческих В первую очередь Завтра Чтобы вы услышали Очень громкий аплодисмент Хотя я уверена Так и будет Александр Малинин Был сегодня у нас В гостях В Звездном завтраке Здесь с 11 Встречайте Наташу Федорову Я с вами прощаюсь До завтрашнего утра Звездный завтрак Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому